Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. Сегодня вместе с нами политический аналитик Руслан Безяев. Руслан, здравствуйте. Доброго дня, пан Вадим. Доброго дня, шановные глядачи. Председатель КНР Си Цзиньпинь на ежегодном двухсессионном заседании в марте в четырех своих отдельных выступлениях упомянул о готовности к войне. В одной из них он призвал своих генералов осмелиться бороться. В своих выступлениях он написал мрачный геополитический ландшафт, выделил США как противника Китая, призвал частный бизнес служить военно-стратегическим целям Китая и повторил, что считает объединение Тайваня и материка жизненно важным для успеха своей политики, направленной на достижение большого омоложения китайского этноса. И это еще не все. Представитель Министерства обороны Китая Тан Кефей заявил о том, что Поднебесная готова сотрудничать с российской армией для якобы усиления стратегической коммуникации и координации. Две страны будут углублять военное доверие и совместно защищать международную справедливость. Интересная трактовка. Скажите, пожалуйста, глобально что происходит и вот в частности ваш анализ, понимание ситуации на российско-китайском треке? Ну давайте начнем с глобального, с общего. Что происходит? Политиков, как мы знаем, судят не потому, что они говорят, а потому, что они делают. Мы уже не первый раз с вами наблюдаем довольно резкие заявления китайского руководства в адрес Соединенных Штатов Америки. Давайте вспомним перипетии визита Нэнси Пелоси на Тайвань, когда всем казалось, что мир находится на грани Третьей мировой войны и вторжение национальной освободительной армии Китая в Тайвань практически неизбежно. Но все это оказалось больше медийными войнами, а не войнами реальными. Если мы вспомним с вами историю вопроса, хотя бы за последние 3-4 месяца китайско-американских отношений, то несмотря на громкую риторику, ни Китая, ни Соединенные Штаты Америки воевать не собираются. Об этом заявил Джо Байден, выступая с ежегодным посланием к Конгрессу. Он особо отметил тему Китая и сделал акцент на том, что мы будем конкурировать с Китаем экономически и не рекомендуем Китаю пробовать конкурировать с нами в военном ключе, в военном треке. Со стороны китайских официальных лиц это касается в первую очередь министра иностранных дел Баны и других официальных лиц. Здесь постоянно звучит тема о том, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, но Китай не хочет быть, скажем так, тем той страной, да, тем, скажем, местом, с которого начнется Третья мировая война, поводом, да, тем регионом, с которым начнется Третья мировая война. Так будет, наверное, точнее. И в данном случае слово не расходится с делом. Буквально в понедельник в войне собирал представителей мировой финансовой и экономической элиты в Пекине. Прошло совещание, на котором официальный представитель Китая, член Компартии, ЦК КПК и так далее сказал о том, что, ребята, смотрите, наша экономика быстрее всех восстановилась после ковида. Наша экономика показывает самые лучшие в мире темпы экономического роста. В этом году мы собираемся получить 7% роста ВВП. Напомню, что от 5 до 7% это действительно является рост ВВП, да, это развитие. Все остальное это уже категория рецессии. Американо-китайские взаимоотношения он охарактеризовал как раннюю весну. Да, еще холодно, но потепление неизбежно. Кроме выступления ВВП, китайские товарищи уже активно работают над тем, чтобы Джек Ма вернулся в экономическую систему Китая. И Джек Ма, по неофициальной информации Блумберга, уже посетил одну из китайских провинций и проводил там переговоры. Относительно того, как можно будет возвращаться в нынешнюю китайскую экономику. Момент третий. За февраль 2023 года Китай выпустил облигации внутреннего займа на 800 миллиардов долларов. Казалось бы, сумма небольшая. Ну, если мы возьмем глобальный мировой рынок. Однако, это первый шаг к тому, что китайцы говорят, ребят, зачем вам вкладываться в трежерис? Вот есть нормальный инвестиционный продукт, защищенный, который дает нормальную прибыль. Потому что трежерис вам такую прибыль не дадут, учитывая уровень инфляции и учитывая, скажем, последнее решение ФРС относительно учетной ставки. Поэтому, когда мы, Вадим, говорим о том, что идут какие-то громкие заявления, это игра. Обратите внимание, товарооборот Китая и Соединенных Штатов Америки не снижается. Он где-то и остается на уровне 750 миллиардов долларов. Китай ведь не выступает против глобальной системы экономики. Китай сам детек глобализма. Китай состоялся как сверхдержава именно благодаря глобальной системе экономики. Он хочет, чтобы были другие правила игры. Чтобы Китай был, условно говоря, одним из локомотивов, а не вагоном класса даже СВ. Поэтому китайское руководство старается вести сбалансированную политику. Суть которой заключается в том, что должна быть реализована программа, которую заложил еще Дэн Сеопин в конце 80-х годов и окончание которой намечено на 2056 год. Китайцы не всегда мыслят категориями эпох. И вот 2025 год должна запуститься программа, сделанная в Китае, которая должна сделать Китай технологически независимым от Соединенных Штатов Америки. Ведь по многим позициям, и мы помним с вами, да, публикацию этого знаменитого отчета Австралийского института, Китай уже догнал и перегнал Соединенные Штаты Америки и Великобританию. Но это еще не все. Китай собирается стать абсолютно независимым технологическим центром в мире. И с помощью этого, в том числе инструмента, уже переделывать глобальную геополитическую систему. На Китае сейчас важно запустить программу «Один пояс, один путь». Для этого им не надо войн. Деньги любят тишину. Инвестиции любят стабильность. Поэтому Китай чем занимается? Балансирует. Между Востоком и Западом. Политика – это баланс. Вот Китай показывает мастер-класс «Баланс». Очень многие, в том числе и мои коллеги, говорили о том, что или Китай подомнет Россию, или Россия с Китаем заключили стратегический союз. Начнем с того, что Китай не заключает ни с кем стратегических союзов. Китай сам по себе стратегический союз. Самим собой, свои концепции. Китайцы умеют ждать. Нынешняя ситуация рассматривается в Пекине как нарушение дисбаланса. Китай считает, что Россия не должна проиграть. Но при этом Китай не считает, что та концепция войны, с которой вышла Россия 24 февраля 2022 года, является абсолютно правильной. Обратите внимание, все сейчас очень долго и вдумчиво пытаются анализировать китайский мирный план. Многие говорят о том, что это план некой заморозки конфликта. То есть конфликт заморозить, а потом перевести мирный процесс в долгоиграющее русло. Лето так на 50. Ну как на Ближнем Востоке. Заключили как бы соглашение между Израилем и Палестиной, да, там в конце 90-х. И до сих пор занимаются мирным процессом. Мы с вами прекрасно можем наблюдать, к чему привел этот мирный процесс. Знаете, это бег на месте общепримиряющий называется. Пел Владимир Семенович Руссоцкий. Поэтому задача Китая, таким образом, в пункте первом была очень четко указана. Уважение территориальной целостности и независимости. Теперь относительно военно-технической помощи Китая. Скажите, пожалуйста, а что Китай может конкретно передать России, кроме тех образцов вооружений, которые, собственно говоря, и скопированы с бывших советских и российских? Если вы обратите внимание, то все новейшие образцы вооружения Китая несовместимы с российским. Например, основной калибр буксируемой самоходной артиллерии Китая 155 мм новейший. Калибр их самых новых РЗСО, которые они, кстати, делают с белорусами, белорусы тоже не поставляют ничего в Россию. Да, казалось бы, союзное государство, но РЗСО Полонез, это совместная белорусско-китайская разработка и производство, в Белоруссии производится на базе МАЗа, если я не ошибаюсь, калибр 270 мм. Напомню, советский СМЕРШ это 300 мм. Эта ракета действительно, как бы, достаточно дальнобойная. Это такой себе китайский аналог Хаймерс. На Китае их не собираются поставлять. И даже в российской официальной прессе пишут, что в основном это боеприпасы, это чипы, это электроника, это, возможно, какие-то беспилотные летательные аппараты, но это не танки, это не самолеты. То, что на фронте глобальной погоды. Оружие и так далее, и тому подобное. Всем этим занимается Иран. Иран и то, что, скажем, идет под маркировкой Северной Кореи. Мы же понимаем, что Северная Корея находится в зоне геополитического влияния Китая. И без разрешения Пекина ни один патрон 7,62х54 не попадет в Россию. Никаким путем. На это Китай готов пойти. Китай готов пойти на сотрудничество, скажем, в определенных отраслях науки. В определенных, скажем, технологиях. Ну, только, скажем, в определенных сферах экономики, например, углеводородов. Обратите внимание, Китай ведь не строит внутренние газопроводы в России. Да, он готов покупать по стабильным ценам нефть и газ. А также другое сырье. Ну, собственно, тем же самым, чем он занимается, например, в торговле с Соединенным Штатом Америки. Если вы возьмете номенкатуру товаров, которые поставляет США, то, в принципе, в этом смысле США тоже в каком-то смысле великая аграрная супердержава, или сырьевая экономика, называйте как угодно. А дальше Китай идет своим путем. Конфликт, о котором говорят постоянно, это моделирование ситуации Третьей мировой. Что будет в случае, если начнется Третья мировая война? Вот тогда, да. Тогда все разделятся на два лагеря. Ну, как мы с вами помним из истории, мировые войны – это всегда, как правило, два лагеря. Ну, например, Антанта и Трольственный Союз. Антигитлеровская коалиция против антикоминтерновского пакта ушла. Ну, приблизительно сейчас китайцы моделируют. А что будет, если начнется Третья мировая война? С кем мы будем в Союзе? Ну, это явно не Соединенные Штаты Америки и Великобритании. Почему? Потому что Китай прекрасно понимает, что в этом случае после России следующего. Поэтому он старается группироваться, скажем, с Россией, с Латинской Америкой, с Ближним Востоком. Давайте вспомним, что Китай сейчас основной медиатор мирного процесса на Ближнем Востоке. Именно под китайские гарантии были восстановлены дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Ираном. Это, напомню, два злейших друга на Ближнем Востоке. Именно Иран обеспечивал в основном вооружением хуситов, которые воюют против Саудовской Аравии, против официальной королевской династии. И вот это очень нехороший сигнал в ней. Потому что если формируется коалиция, значит война неизбежна. Руслан, вы говорите о том, что позиция Китая заключается в том, что Россия не должна проиграть. А вот какой исход российско-украинской войны тогда для Китая является приоритетным? Понимаете, ответить на этот вопрос мы можем, внимательно изучив, что Китай собирается делать. Давайте вспомним, что основные торгово-экономические партнеры Китая это Соединенные Штаты Америки и Евросоюз. В апреле месяце должен состояться визит Эммануэля Макрона в Пекин. Это очень важный визит, который готовился на протяжении двух месяцев. Фактически речь будет идти о том, как Евросоюз должен не потерять Пекин, как пишет французская пресса. Мы не можем потерять Пекин. То есть Пекин готов идти навстречу Европейскому Союзу. Каким образом это коррелируется с Российско-Украинской войной? Китай на данном этапе устраивает два варианта. Вариант первый. Это заморозка конфликта. Хотя бы лет на 50. Под определенные политические и экономические гарантии. Гарантом, естественно, выступает Пекин. Не Вашингтон, не Лондон, не Париж, не Брюссель, а именно Пекин. Вариант второй. Это всеобъемлющий мирный договор. То есть задача минимум, задача максимум, которую ставит перед собой китайское руководство. Учитывая, что китайские коммунисты до мозга костей прагматики, они скорее всего будут на данном этапе больше склоняться к первому варианту. Хватит ли у них баланса силы для того, чтобы это реализовать? Ну, тут у меня пока что большие сомнения. Потому что основными внешнеполитическими акторами сейчас в российско-украинской войне все-таки выступает не Пекин. Не Пекин. Поэтому Пекин будет, скорее всего, ждать, предлагая свои варианты как альтернативные. И группируя под эту концепцию, такие страны, как Бразилия, Турция, Индия, Минюнные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию. Скажем так, ряды европейских стран, почему бы нет, где у Китая достаточно мощные экономические позиции. К примеру, ту же Италию со временем. Понимаете, что в Италии очень плавная коалиция, такая плавающая. По поводу Турции, Руслан, интересно, мы же держим в голове дату 14 мая, когда должны состояться президентские выборы в этой стране. Не все так однозначно, если мы говорим об электоральных настроениях в этой стране. И вот тут Раджеп Таип Эрдоган выдает такую вот базу, что 27 апреля Путин может приехать в Турцию. Скажите, пожалуйста, приезд Путина в Турцию, что это будет означать, учитывая фактор также предстоящих президентских выборов турецких? Ну, во-первых, это будет означать поминальный звон по консенсусному международному праву. Это раз. А помните, все это решение МУС, да, знаменитое обсуждение. Будет гагать. Турция не признает юрисдикции международного уголовного суда, но не забываем, что Турция является членом атом. Да, и базовый жерлик никто еще на Луну не отправлял. Это будет первое означать, что никакого консенсусного международного права больше де-факто не существует, и все разговоры об этом являются просто набором благих пожеланий. Во-вторых, это будет означать, что Турция хочет получить поддержку России. В первую очередь экономическая. Зерновая сделка, так называемое продление именно на 60 дней, совместные проекты в атомной энергетике, ситуация вокруг турецкого потока, который никто не взрывает и взрывать не собирается, почему-то, хотя он работающий, в отличие от Северного потока-2. Это говорит о том, что Эрдогану выгодно позиционировать себя как протурецкого кандидата. Да, Турция член НАТО. Турция готова сотрудничать со странами, скажем, Атлантической харти. Недаром у Раджепа Тейпа Эрдогана прекрасные взаимоотношения с руководителем МИ-6, Роджером Муром. Знаете, как шутят в Британии, премьер-министры приходят и уходят, а Роджер Мур остается. Но при этом ему экономически, потому что если мы возьмем внутриполитическую ситуацию Турции, то там в основном повестка дня идет экономическая. Правильная ли дорога идет Турции или неправильно? И насколько геополитические амбиции Эрдогана соответствуют экономическим возможностям Турции? Эрдоган хочет показать, что да, мой план создания новой Турции, Турции, скажем, пост-кемалийской, потому что Кемаль – это тюрк, он создавал светское государство, совершенно других принципов, после развала Атаманской империи по итогам Первой мировой войны. А фактически Эрдоган, он ревизионист этого курса. Хочет показать, что этот курс все-таки приведет Турцию в разряд мировых держав, ведущих. То есть мы сейчас, условно говоря, на мировой геополитической арене фигура, но мы стремимся стать игроком, и мы будем делать для этого всего возможное и невозможное. Для этого мы будем дружить хоть с чертом лис. Давайте не будем забывать, что противниками Эрдогана выступают не только классические кемалисты, но еще и большие друзья демократической партии США. Что такое президентские выборы в Турции? Это, по сути, битва за Стамбул. Если ты выигрываешь Стамбул, с большой долей вероятности ты выигрываешь президентские выборы. Так вот, в Стамбул еще две недели назад прилетели политтехнологи Барака Обамы. Говорит об очень много. Вы знаете, напоминает Украину. Тот, кто побеждает в Киеве, тот становится президентом. Ну, кто берет миллионники, я бы так сказал, да. Кто берет миллионники, хотя бы там три из пяти, тот становится президентом. Ну, где-то похожая ситуация в Турции. Да, там 24 велоета, но если ты проигрываешь Стамбул, ты проигрываешь все. Поэтому для Эрдогана очень важны эти президентские выборы. Очень важны. Потому что в случае поражения ему вспомнят все. Представим себе, что Раджеп Таип Эрдоган проигрывает на этих президентских выборах. Вот какие дальнейшие могут быть сценарии развития ситуации? Мы сейчас говорим не о том, как может поменяться Турция, политическая система, политическая жизнь. А учитывая ту роль самого Эрдогана, которую он примерял на себя, роль миротворца, роль посредника, сколько он раз публично заявлял о своей готовности предоставить Анкару в качестве такой площадки для Зеленского и Путина, заявлял постоянно о необходимости переговорного процесса между Украиной и Россией. Вот тот, кто придет на смену Эрдогану, какой линии будет придерживаться? Такой же или все же что-то поменяется? Ну, во-первых, несмотря на все вот эти многочисленные соцопросы, пока что я считаю, то есть и мои знакомые, которые занимаются Ближним Востоком, мои коллеги считают, что все-таки шансы Эрдогана выше, чем его оппонент. Но, тем не менее, давайте попробуем смоделировать ситуацию, при которой Реджеп Радоган проигрывает выборы, самое главное, признает результаты этого проигрыша. Это вот тоже очень важно, в том числе в турецкой политике, это признать себя побежденным. В таком случае на арену выходит постоянно действующий президент Турции, это турецкая армия, которая всегда являлась гарантом такого рода ситуации переходного периода. То есть будет определенный переходной период, при котором турецкая армия возьмет на себя всю полноту власти, после чего, скажем, будет сформирована команда нового президента, и Турция с большой долей вероятности откажется от своих геополитических амбиций и превратится в такую тихую, спокойную туристическую страну, инвестиционно привлекательную, но без геополитических амбиций. Никакого великого Турана, никакой Африки, всего прочего, никакого развития своего ВПК, все это будет поставлено на паузу, будут прекрасные отношения с нынешней администрацией Белого дома, возобновится история Туреччина, это Европа, заходим на 56-й круг по вступлению в Евросоюз и так далее, и так далее, и тому подобное. Начну возобновиться сотрудничество с МВФ и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот приблизительно, мы увидим Турцию где-то, ну, начало 2000-х годов, кто помнит. Но еще раз повторюсь, учитывая очень сложную внутриполитическую ситуацию Турции, достаточно высокие ставки, да, то есть проигрывать не хочет никто, и для Эрдогана проигрыш будет гораздо более, скажем, плох с точки зрения последствий, да, для него это большие риски, чем для оппозиции. Армия. Только армия тогда выступит гарантом передачи власти и новых курсов Турции. Руслан, давайте также обратим внимание на один из интересных, мне так кажется, интересных эпизодов. Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович стал первым американским журналистом, арестованным в России за шпионаж со времен Холодной войны. В 1986 году в СССР был задержан журналист одного из изданий, Ник Данилов. Позднее его обменяли на советского гражданина, который был арестован в Нью-Йорке за шпионаж. А вот по горячим следам, полнотой всей информации мы не обладаем, но ваши мысли относительно вот этого случая? В общем-то банальная история, особенно в эпоху, когда новая холодная война стала абсолютной реальностью. Ну, абсолютно ничего нового, можем вспомнить там ТАСУ полномочен заявить, ошибка резидента и все прочее. Был ли это на самом деле человек шпионом? Не был, мы же не знаем, мы скорее всего не узнаем. Ну, возможно, таким образом формируется обменный фонд. Того, чтобы обменять на какого-то из россиян, которые сейчас находятся в американской тюрьме. А уже под каким соусом это преподать, это уже второй вопрос. Потому что, ну, шпионаж это достаточно серьезное обвинение, тем более, ну, шпионы-журналисты в России. Там не надо быть шпионом, там достаточно посмотреть Соловьев, Лайф, там все же расскажут, понимаете. С таким склерозом трудно быть шпионом, знаете, как шутят. Да, и расскажут, и покажут. На днях пресс-секретарь Путина Пескова сказал о том, что нужно готовиться к долгой и длинной войне. Это не он о днях сказал, Вадим, это он сказал еще на новогодней вечеринке 22-го года в узком кругу, который еще только сейчас опубликовано. А потом еще был брифинг, а потом еще был брифинг, в рамках которого заявил, что вот россияне, они должны сплотиться, консолидироваться, объединиться вокруг Путина. Хотя вот если вспомнить вот эту аудиозапись предполагаемого разговора Иосифа Пригожина и Вадхара Ахметова, но есть ли люди, которые вокруг Путина объединяться не хотят, а наоборот стремятся разъединиться. Хорошо, вот эта риторика о том, что необходимо объединиться, консолидироваться, ну это какой-то, возможно, тревожный сигнал. Как вы воспринимаете, интерпретируете вот эти слова Пескова? Ну смотрите, давайте вспомним, что Песков 23 февраля 2022 года в программе Москва-Кремль, Путин, на вопрос, собирается ли Россия нападать на Украину, сказал, однозначно нет, все сообщения иностранных разведок, это чушь. Каждый желающий может поднять это видео и посмотреть. Второе, Песков это представитель определенной башни Кремля. И если мы посмотрим российское телеграм-сообщество, то там не жалеют, скажем, негативных эпитетов в адрес Пескова. Да, там, сын английско-подданный, да, там, жена имеет американское гражданство, а ты пресс-секретарь президента Российской Федерации. Знаете, такая очень интересная ситуация. Как-то недуховно скрепно. Да, как-то понимаете, что-то в консерватории не то, мягко выражаясь. Песков как представитель определенной башни Кремля транслирует определенные месседжи. Что такое объединяться вокруг Путина? Это Путин, он же фактически в России всегда выступал как некий балансир между несколькими ключевыми, скажем так, башнями Кремля, которые определяли внутреннюю внешнюю политику. То есть внутри страны... Не то, что над схваткой. Не то, что над схваткой, да, он как определенный гарант выступал, да, что они не вцепятся в глотку друг другу. То есть условно говоря, что Пригожин не пойдет штурмовать Министерство обороны России. Только не тот, который продюсер, а тот, который ЧВК Вагнер. И Путин продолжает этим оставаться, альтернативы ему нет. Хотя, в принципе, одна из башен Кремля еще там в начале 21-го года начала выпускать определенные ролики с таким очень интересным названием «Путин должен уйти». И объясняли почему. Потому что это в интересах России. То есть он свое дело сделал, типа, и все. Давай, уходи на пенсию. Ну, собственно, две основные башни Кремля – это условные олигархи и условные силовики. Внутри они разокрали Россию такими темпами, что позавидует любой олимпийский чемпион по стаирскому бегу. Знаете, как когда-то говорил император Николай I, который сейчас очень моден и популярным в российском телеграм-сообществе, своему сыну, будущему императору Александру II, в этой стране, Саша, они крадут два человека – ты и я. И это уже, собственно говоря, не является какой-то страшной тайной. Разговор Пригожина-продюсера с известным российским олигархом – это про то, что нам делать дальше. Мы-то классно жили, пилили бабло, все было прекрасно. И тут на тебе эта война. Нас начинают рубать. Оказалось, что то, что нам там рассказывали и надували про непобедимую легендарную, не соответствует действительности. Жопа становится все больше. Что будем делать? Если он проиграет, нам будет еще хуже. То есть ключевой месседж, помните, который они говорили? Если он проиграет, имеется в виду Путина, нам будет еще хуже. Что это означает? Это значит, начнется смута. По старой доброй революционной традиции, матросы начнут на штыки накалывать богатых буржуинов. Это же разговаривали как раз представители буржуизии, выражаясь марксистско-ленинской терминологией. Вот они этого и опасаются. Знаете, они уже давным-давно сдали Путина как стеклотару в Западе. Боятся. А смута начнется? Не сейчас. Не сейчас. Понимаете, то, что сейчас происходит в экономике России, это игра длинная. Пока что, в принципе, на Титанике громко играет музыка и все считают, что все прекрасно. Но вот это технологическое отставание, которое особенно проявляется в выпуске той же военной техники, тех же танков Армата и танков Т-90М «Прорыв», оно уже показывает, что перспективы, скажем, соревноваться со всем цивилизованным миром в России нет. Что сдерживается? Ядерная кнопка раз. И второе – позиция администрации Байдена. Байдена вполне устраивает. Вот такая вот Россия, которая будет экономически из себя представлять приблизительно ничего, но, имея ядерную дубинку, будет постоянно нависать, как дамоклов меч над Европой. Там же сейчас происходят очень интересные, скажем, аспекты в европейско-американских взаимоотношениях. Особенно в свете последних решений Федеральной резервной системы и в свете последнего желания Эммануэля Макрона, высказанного ему о том, что надо укреплять европейскую валюту. Укрепление европейской валюты – это прямая угроза долгу в его нынешней ситуации. Поэтому, в принципе, Пайдена такая история устраивает. Пускай они брятцуют оружие, пускай остаются экономически и политически именно в таком состоянии, ну, где-то там в начале нулевых. А мы будем крутить свое кино. Ну, и российские олигархи, они же каждый стараются как бы в этой ситуации понять, что мне конкретно любимому и хорошему делать. Как мне спрыгнуть? Если хороший вариант. Вот ищут хороший вариант, как спрыгнуть. Но при этом, конечно, официально они высказывают все патриотическую позицию, как это там принято. Жертвуют деньги на армию. Партии придерживаются генеральной линии партии. Да, да, то есть колебания от генеральной линии партии в публичном пространстве они не допускают. Но то, что такие разговоры ходят и ходят не только в кругу Пригожина, с большой долей вероятности, да. То есть, в чем особенность всегда смуты России? Это когда верхи не могут, они за них хотят. Вот когда они язык перестанут хотеть. А в России какая же проблема, какая была и у нас перед войной. У нас нет гражданского общества как такового. Но тогда начнется самое интересное. Руслан, относительно контрнаступления. Ну, по сути, это самая такая популярная вот тема и самая обсуждаемая. Алексей Резников, министр обороны, сказал о том, что контрнаступление украинской армии следует ожидать его в апреле, в мае, сразу же на нескольких направлениях. И мы не будем ждать истребителей. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужин опубликовал видео и лаконично это видео подписал. Украине нужны F-16. И Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, вот тоже сделал заявление относительно контрнаступления и сказал следующее, что вот это контрнаступление, которое готовится, опасно считать решающим моментом войны. Если контрнаступление потерпит неудачу, говорит Кулеба, это усилить тех западных чиновников, которые ожидают от Украины компромисса с Россией. Мы должны всеми возможностями противостоять восприятию контрнаступления, как решающего сражения войны. Ваши мысли, пожалуйста, по этому поводу. Я не профильный военный эксперт, поэтому мне вот именно чисто узковоенные аспекты комментировать тяжело. Мы военную составляющую, естественно, опустим, а вот говоря о политическом значении, потому что здесь... О политическом значении, знаете, что меня постоянно смущает, Вадим. Давайте себе представим ситуацию. Год и так 97-й, осень. Перед матчем с Барселоной выходит Валерий Васильевич, Лабуновский, и говорит, значит так, схема у нас будет 4-4-2. Основной состав такой-то. Шевченко будет чуть-чуть оттянут, Ребров будет на острие. Хацкевич, Каладзе будет постоянно меняться. На первый тайм у нас тактический план такой, потом перерыв посмотрим, внесем коррективы, на второй план будет такой. Можете это себе представить? И это все в испанской прессе? Да, это все вообще в мировой прессе, это все, пожалуйста, да. Не только в испанской, но там в британской, там в российской, и все остальные, которые интересуются ли ее чемпионами. Можете себе это представить? Да, варианты замен. Ну да, то есть основной состав, да, как бы все замены, как бы варианты тактические, да, как перестраиваемся, как Ващук с головкой взаимозаменяют друг друга. Не можете это себе представить. Вот мы сейчас наблюдаем приблизительно то же самое. То есть еще Сунзи 2000 лет назад говорил, что война – это путь обмана. Если ты далеко, покажи, что ты близко. Если ты близко, покажи, что ты далеко. Если ты слаб, покажи, что ты силен. Так может это и есть. Да, в горе тому, кто обманулся. То есть никогда направление главного удара не говорится в открытую. Давайте вспомним историю Второй мировой войны. Лето 44-го года американцы собираются высаживаться в Нормандию. Черчилль пишет письмо Сталину. Дорогой товарищ Сталин, мы тут собрались в Нормандии высаживаться. Под Сибином чем можно, да? Ты же тоже наступать собрался. Скажи, пожалуйста, когда у тебя будет наступление и где? Что-то товарищ Сталин отвечает. Дорогой господин Черчилль, в самое ближайшее время Красная Армя перейдет наступление на одном из важных стратегических направлений. Хотя к тому моменту уже план операции Бабратион был готов, и войска выдвигались уже непосредственно к линии фронта. А вот эти все заявления, они меня смущают. То есть, ну как, противник читает, смотрит, ага, значит они будут или сюда наступать, или сюда наступать. Что бы вы делали на месте русских? Так, Руслан, да, эти заявления, конечно же, они и могут смущать, но когда наши военные партнеры и союзники публикуют там пакеты военной помощи, точнее содержание, есть определенное дело, что они много не выводят в публичную плоскость. Очень много не выводят в публичную плоскость. Это из того, что я слышал, очень много не выводят в публичную плоскость. Но тем не менее... Выводят, скажем так, с определенным опозданием. Я не буду дальше уходить в эту тему, учитывая, что идет война. Ну то, что я, по крайней мере, знаю. Ну, многие уже, знаете, вот подшучивают над рейзниками, говорят, так надо было уже сразу же назвать там и дату начала контрнаступления, указать направление. Но, может, это и есть какой-то путь обман? Посмотрим, Вадим. До 15 апреля, пока не закончится период весенней распутицы, так называемой, маловероятно, чтобы можно было провести даже оперативно-тактическое наступление глубиной хотя бы 150 километров. Для этого нужен маневр. А по таким дорогам на современной бронетехнике сильно не маневрируешь. Более большинство образцов западной бронетехники создавалось немножко все-таки для другого театра военных действий, для европейского. Это касается и французских колесных вот этих машин АМХ-10Р. Это касается многих модификаций Брэдли. Не всех, но многих. Это касается мардеров, это касается страйкеров, шведских БМП и так далее и тому подобное. Не каждый создавались под свой ТВД. Я хорошо помню, с какими проблемами американцы столкнулись во время второй бури в пустыне. В 2003 году на своих брать. Для них переделывали там очень серьезно. Это к чему я веду? Это я веду к тому, что первое. Ранее 15 числа, все-таки апреля, говорить об этом с моей точки зрения преждевременно. Второе. После Павла. Сточное направление главного удара вряд ли будет соответствовать тому, о чем говорят и заявляют публично. Третье. Это не будет легкой прогулкой, как минимум. Понятно, что русские готовятся. Это говорит о концентрации в Крыму. Это говорит о том, что, скажем, создаются опорные пункты там и в Мелитополе. И вообще на этом направлении Бердянск-Мариуполь. И что, скажем, Херсонская область, там не все будет так просто. Но мы верим в наши вооруженные силы и понимаем, что действительно эта компания будет ключевая. Почему? Потому что вы вот упомянули, буквально очень интересный, но важный стеклик. Что на Западе и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине, ради других европейских, и не очень европейских столиц, в том числе и в Анкаре, очень многие хотели бы, чтобы летом это все закончилось в перемирии. По разным причинам. Причины разные, но цель одна. Как минимум на какое-то время заморозить этот конфликт и дать возможность мировой глобальной экономике перезагрузиться. И поэтому звучат такие заявления. То есть, с одной стороны, выходит, Марк Милли говорит, что да, украинской армии неплохие шансы, но тут же появляются всякого рода статьи, как бы материалы, которые говорят о том, что это не будет легкая прогулка, и что дело не в F-16. Действительно, дело не в F-16. Можно было передать там свои знаменитые штурмовики Thunderbolt. Вы их все равно по 3-4 десятка в год списываете. Просто. Так модернизируйте, дайте нам отличный противотанковый как бы штурмовик. Очень хороший. Особенно учитывая, что основным российским танком на поле боя остается Т-72 и его модификация. Thunderbolt как раз создавался для борьбы с Т-64 и Т-72. Но этого не происходит. То есть, Запад хочет, чтобы результатами этой войны воспользовался именно он. Вот как Китай, да, не хочет допустить военного, скажем, поражения России, и Запад в определенных кругах хочет воспользоваться результатами будущей победы Украины. Чтобы поиметь свое. Да, чтобы поиметь свое в глобальном смысле. Потому что сейчас, ну, выходить в открытый трек противостояния они не готовы. Военно-промышленный комплекс Европы и Соединенных Штатов в Америке более-менее раскочегарится где-то к концу этого, началу следующего года, не раньше. И тут даже вопрос не в деньгах. Вопрос производственной мощности, оборудования, технологии, время и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, условно говоря, Краус-мафия, она как производила где-то до 40 новых танков Леопард 2-7 в год. Так и может производить. Больше пока не может. А это не та цифра для военного времени. Министр обороны США Ллойд Остина как раз на слушаниях в Конгрессе сказал о том, что есть предпосылки полагать, что грядущее украинское контрнаступление будет успешным. Да, он так и сказал, да. Вот это как раз фраза, она диссонирует с тем, что иногда говорят, скажем так, другие официальные лица, в том числе в Соединенных Писатах. Те, кто пишут, ссылаются на них. А вот успешное контрнаступление, вот в вашем понимании, это какое контрнаступление? Надо понимать конечную цель. То есть наступление, это же не километры, это конечная задача. Вообще классика войны заключается в том, что надо биться не за города и не за территорию. Надо разбить армию противника. Не надо страдать идиотизмом Наполеона, который шел на Москву, не разбив армию Кутузова. Не надо, понимаете, косить под Тухачевского, который рвался к Варшаве, имея справа, скажем так, мощную армию Пилсудского и получил очень сильный удар в бок и покатился назад. То есть ключевая задача это разбить армию противника. Но война это та категория, где действуют две стороны, как минимум. Россия тоже готовится к определенным сценариям. Обратите внимание, Россия еще не ввела в бой приблизительно 150 тысяч резервистов. Она их держит. Вы же видите, кто является основной ударной маневренной силой на Донбассе. Магнеровцы, остатки так называемых корпусов Донецкой и Луганской Народных Республик. Контрактные. А основные части сейчас переформатируются. В том числе знаменитая Первая Гвардейская Танковая Армия, которая в прошлом году практически там сколько по одним данным до 50% боевой техники потеряла, по другим данным гораздо больше. Вот это меня смущает. Смущает потому, что я понимаю, что и противник к чему-то готовится. Даже Валерий Залужный говорил о том, что начальник генерального штаба России Герасимов это не тупой солдат фонаро жук. В лоб, в лоб, в лоб. Да, в этом своем знаменитом интервью за экономист. Да. Поэтому давайте понимать, что военным виднее. Давайте понимать, что главная задача это разбить армию противника. И тогда ты получишь все. И учитывая всю совокупность факторов, я думаю, что боевые действия все-таки будут идти на материковую Украину. Пока без Крыма. Мне кажется, что Крым все-таки выведут в отдельную дипломатическую плоскость. То, о чем говорил Будана, военно-дипломатический компонент. Да, да. Это больше то есть мы сейчас наблюдаем военно-дипломатический компонент. А в случае с Крымом, я думаю, мы будем наблюдать дипломатический безвоенную. Сейчас будет решаться вот судьба той части оккупированных территорий, которую мы называем материковой Украиной. Причем, как мне кажется, все-таки это будет пока не Донбасс. Пока не Донбасс, как мне кажется. Все-таки где-то будет это решаться на другом театре военных действий. Реальных театров военных действий остается у нас два с половиной. Это Херсонское направление, Юг, это Запорожское направление, Харьковское направление. Вот там можно что-то, скажем, ожидать в ближайшее время. Причем давайте мы много говорим о нашем контрнаступлении, давайте не забывать, что Россия тоже будет предпринимать какие-то действия. Теперь важно понимать, какие. Но мы пока этого не увидим. пока не начнется активная фаза. Пока не начнется активная фаза, она раньше 15 апреля, думаю, не начнется, сейчас будут продолжаться позиционные бои в стиле Первой мировой войны. Когда мы с вами говорим о контрнаступлениях, о том, что планируется, также не нужно забывать о тех оборонительных операциях, которые сейчас проходят на отдельных участках фронта. И, конечно же, в фокусе внимания то, что происходит в районе Бахмута, Авдеевка и Институт изучения войны писал на днях, что 65% города Бахмут, фактически Вагнер, уже захватили. Марк Милле говорил о том, что 6000 очень хорошо подготовленных вагнеровцев принимают участие в сражениях, но украинская армия дает им так хорошенько прикурить. Тактические бои за Бахмут, которые имеют еще и политический подтекст. С точки зрения военной стратегии, ну, с моей субъективной точки зрения, может, уважаемые зрители меня поправят, но Бахмут это тактические бои. Почему? Потому что, скажем так, значение этого города с точки зрения военной стратегии это одно, а с политической точки зрения это теперь совершенно другое. И не даром как бы Пригожин, глава ЧВК Вагнер, он всю свою компанию строит именно вокруг Бахмута. Потому что никаких громких достижений на Донбассе нет. Вы же помните, что летом прошлого года приезжал Шейгу на Донбасс и торжественно объявил о второй фазе так называемой специальной военной операции Донбасс. Тогда писали о том, что это чуть ли не будет там Курское сражение, там Курская дуга 21 века. Но концептуальная ситуация не поменялась. Фактически на Донбассе сейчас изматываются части противника. Но противник старается бросать в бой в основном от вагнеровцев, зэков и, скажем, тех, кто еще не полег в бессмысленных и бесполезных штурмах угледаров из, скажем, этих первого и второго армейских корпусов. то есть, фактически они пытаются разменять вот эту одноразовую китайскую пехоту, если можно так выразиться, на, скажем, регулярные части нашей армейских пытаются произвести такой некий размен. Ну, я вам скажу так, что это достаточно такая мутная стратегия. Почему? Потому что Пригожин уже пытается играть в политику основателя. у него уже какие-то президентские амбиции есть. Как бы понимаете, на него случайно какой-то там снаряд с Хаймарсом не попал. Как Рогозину в пятую точку, а другие части тела. не Донбасс, мне кажется, все-таки будет сейчас основным театром боевых действий. Хотя для нынешнего этапа войны, вы же помните, что российские официальные лица уже давным-давно запутались в трех соснах относительно целей войны. Последнее, что было озвучено, это защита народа Донбасса. Просил народ Донбасса защищать, не просил, это второй вопрос. Мы когда-нибудь вернемся к этой теме, дай бог. Штукаминские соглашения, как Шила неутомимо вырвалась из мешка, что их никто выполнять не собирался. О чем товарищ Сурков в открытую сказал в интервью своему придворному политтехнологу. Рассказывает, что у нас тут восемь лет Меркель с Макроном за нос водили. А у вас Сурков собственный, мягко выражаясь, обманул. Всяких там Меркелей с Аландом. Вот. Поэтому Донбасс пока будет тактикой. Да, Бахмут тяжело. Очень тяжело. Руслан, я думаю, что обязательно придет время, когда мы вернемся к истокам и обсудим то, что необходимо будет обсудить. Но еще не пришло время. Да, не будем обгонять время. Время не любят, когда его обгоняют. Но, в общем и целом, я более чем уверен, что Донбасс останется частью Украины в его административных границах. Надо время просто. Надо просто время. надо пережить этот период. Сейчас, Вадим, будет очень сложный период, знаете, ближайшие полгода. Очень многие, знаете, по старой доброй украинской политической традиции будут одновременно держать на полке и Буденовку, и Мазепин. Так, на всякий случай. И это переживем. И это пройдет. Руслан, огромное вам спасибо за этот разговор, за то, что нашли время. Политический аналитик Руслан Безяев был сегодня вместе с нами на Политек, а также благодарю всех наших и зрителей, и слушателей, и подписчиков. Всем всего доброго и услышимся и увидимся. До свидания. Берегите себя.